Интересных моментов, конечно, было куча, то есть бывало тогда, когда и забываешь и текст, когда появляется перед тобой белый лист, но это очень забавно, то есть это пытаешься как-то из этого выкрутиться, то есть здесь уже идет и импровизация. Может быть, с зрительного зала это не особо и увидишь, но мы уже приработанные друг к другу, и в принципе сфера деятельности такова, что нужно следить за каждым действием, за каждой мимикой, за каждым словом, и когда у тебя глаза потихонечку начинают расширяться, твой коллега может понять, что у тебя что-то не то, и начинает задавать какие-то вопросы, наводящие, чтобы партнеру помочь. Наш театр славится, наверное, тем то, что коллектив у нас семейный, дружный, у нас нету каких-то склок между усобиц, то есть меня приняли очень хорошо, у меня не было такого, чтобы я где-то там переживал, где-то там, то есть как бы смущался, нет, ребята меня сразу поддержали, сразу, во-первых, еще много было тех, кого я знал еще из института, поэтому в этом плане была какая-то легкость. Ну и, соответственно, сейчас кто к нам вступает, мы стараемся как-то поддерживать, как-то помогать, ну, скажем так, не бросать. Когда приходит новый артист, в основном ему достаются вводы в спектакль, то есть не создание спектакля изначально, именно вот вводы в какие-то спектакли, которые уже идут. Соответственно, тут не до подколов, потому что ты переживаешь за молодого бойца и, наоборот, как-то стараешься ему помочь, поддержать. Если человек отдается и получает отдачу, это жизнь, это живо, это по-настоящему. Если есть какие-то междоусобицы, они будут видны, ну, может быть, это не будет видно зрителям, но это видно профессионалу, кто именно связан с театром. Если, допустим, кто-то придет на спектакль и увидит ложь, он поймет, что здесь что-то не то, потому что вот как-то здесь, наверное, что-то происходит такое между артистами, что над чем можно задуматься. Даже те же самые режиссеры, которые к нам приезжают, они многие смотрят спектакли с нашим участием, чтобы подобрать персонажей, роли на персонажа из актеров, те, которые играют в спектакле. И, соответственно, если ты будешь врать, если ты будешь обманывать, если ты будешь кого-то как-то пытаться предать или как-то подколоть неаккуратно, это будет заметно.